Стройка, которую начали еще в 90-е, сегодня наконец подходит к финалу. Здание третьего корпуса общежития педагогического университета возвели в конце прошлого века. Нынешний ректор вуза, будучи студентом, возил с однокурсниками кирпичи. Но дальше фундамента дело не пошло, финансирования не хватило. Это будет постройка 2020 года, я надеюсь, где все уже предусмотрено. И запасные выходы, ну это масса, это большой перечень вот тех аксессуаров, которые должны быть, и они здесь все будут. Свыше 70% студентов вуза иногородние, и всем им нужно жилье. Сейчас мест в общежитии для них не хватает, студенты вынуждены снимать квартиры. Открытие нового корпуса эту проблему решит. В здании 9 этажей и комфортные условия проживания. Кухня с необходимой техникой, прачечная, медицинский кабинет на первом этаже с возможностью круглосуточного проживания врачей на территории общежития. Двухкомнатные блоки с отдельным санузлом. Лифт, поручни и съезды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В современном общежитии предусмотрели, если не все, то многое. Это тот случай, когда время позволило. Казалось бы, уже столько денег из бюджета потрачено, осталось совсем ничего. И обидно, когда из-за каких-то затыков большое дело стоит. Весной текущего года, после смены правительства, я встречался с министром образования и науки, который поддержал эту инициативу. Из федерального бюджета выделены необходимые средства. На завершение работ направили свыше 36 миллионов рублей из федеральной казны. На эти средства устроят систему пожарной безопасности и облагородят прилегающую территорию. Планируется, что уже в 2021 году сюда затерятся студенты. Мэри Елчан, Мария Левина, Николай Епифанов. События.